Одно из базовых настроек, которые умеет делать человек, это как ходить, плавать. То есть хождение и бег — это же где-то рядом, поэтому мы не берём. А плавать — это как будто бы в другой плотности. И хождение — это то, что мы мозгом воспринимаем как твердь. В плавании мы чувствуем воду, и для нас тогда спокойно становится вот это вот состояние, когда мы плаваем, что мы держимся на плаву. А левитация в нашем мозге имеет такого понятия, что левитация — это та же плотность этого же мира, но которого можно почувствовать на ином восприятии мира. Я бы, наверное, это так сказала. Что такое на ином восприятии мира? Но, во-первых, вы, наверное, все неоднократно видели, да, видели, наверное, различных йогов, различных… Ну, в общем, людей, у которых состояние молодого немножко отличается от среднестатистического. То есть у него вот эти вот рамки и границы, они намного шире. Причём бывают настолько шире, что другой человек может вообще не увидеть. Ему кажется, ну всё, это как бы это пределы, он всезнающий, всевидящий. И у него нет вот этого вот стопака, что как бы, ну вот это вот воздух. Всё, по воздуху нельзя ходить. Для него это точно то же самое, тоже такая же масса, такая же субстанция, которая воспринимается телом по-иному. И когда ты её научаешься как бы чувствовать, то есть что такое левитация? Левитация — это не когда ты просто управляешь телом, и тело поднимается и парит. А когда тело чувствует каждый миллиметр, каждую клеточку вот этой плотности, плотного пространства, плотной вот этой вот молекулярной связки. И когда ты начинаешь чувствовать, ты чем больше входишь вот в это вот чувство, тем больше, больше ты начинаешь как бы себе, ну, мультяшным языком таким как подкладывать. И ты можешь уже там, например, сидишь в позе лотоса, да, и выходишь сюда. Почему в позе лотоса очень часто сидят? Потому что в позе лотоса удобно воспринимаются многие моменты. В позе лотоса, когда у нас полностью позвоночный стол раскрыт, тазовое дно раскрыто получается, и ты сидишь чаще еще вот так вот сидят, да, ну, как бы так, так. То есть у тебя плечевая зона, грудная зона расправлена, тазовое дно расправлено, и у тебя вот этот позвоночный стол, он в столб, он увляется, как бы становится единым, беспрепятственным. Это можете называть по чакрам. Еще почему-то те чакры, вы знаете, что я их не знаю. Поэтому здесь я вам не подсказчик, что какая чакра открыта, закрыта. Я просто вижу, что открыт позвоночный столб, и тогда проще, проще фокусировать.